Девушки отдыхают Девушки отдыхают Гимназической семьи являются представители фонда местного развития, которые уже не первый год приходят к ребятам со сладкими подарками. Фонд поздравил более 200 детей. Ну, тут разные дети, да, чтобы вы понимали, здесь дети со сложными болезнями, и хорошие дети, соответственно, сироты, и здоровые дети, абсолютно разные, да, и порядка 220 человек здесь, которые находятся постоянно. Этим детям тоже нужно внимание, да, как у кого-то нет родителей, и каждому хочется получить свой подарок на Новый год. Поэтому, ну, чем можем, тем и помогаем. Поэтому это, значит, это не традиция, это обычно, наверное, доброе дело, которое, наверное, должен делать, возможно, каждый из нас по возможности, каждый гражданин нашей страны, нашего города, чтобы помочь этим детям. Согласно сценарию, здесь были миниатюры с клоунами, которые веселили зрителей. Родители включали мобильные телефоны, чтобы запечатлеть происходящее. Были здесь и цирковые силачи, и цыганка с медведем. Праздник явно удался. Его также помогал создать благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро». Ребята с любовью участвуют в этих номерах, когда вот эта вот радость. И при этом ты понимаешь, какая работа за этим стоит, и какой труд педагогов за этим стоит. И вот, кстати, по поводу сотрудничества. Мы недавно пригласили педагогов этого интерната в студию квестов, где они прошли просто квест, да, в свободное время, в выходной. Это мы делаем в сотрудничестве с проектом «Добрый день» и студии квестов, студию 77. Они находятся в Москве и как раз устраивают для сотрудников интернатов, для медсестер, для врачей скорой помощи вот такие квесты, для того, чтобы просто перенастроиться, перезагрузиться, отдохнуться и так далее. Дети сегодня – настоящие звезды, которые собрали аншлаг своим выступлением. Даже в холле здания нет свободного места, пока внутри Дед Мороз со Снегурочкой вместе с ребятами создают новогодний уют. Самое интересное, что это не столько официальный, сколько душевный праздник, что и отличает эту школу от остальных. Ольга Власова, Алексей Сухой, Пушкинское телевидение.